Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня обзор всех вкусов энергетика ИОН. Я их собирал очень долгое время и, как видите, я собрал все. Специально гуглил каждый вкус, который может быть, и нашел их все. Благо, продаются они у меня буквально вот через дорогу. Как видите, их очень много, 9 штук. В будущем, возможно, будут еще. И давайте я вот это все уберу, чтобы меня хотя бы видно было, а то я тут спрятался. Будем сейчас рассматривать их и по порядку пробовать. Да, банок действительно получилось дофига. Я, конечно, понимаю, что у некоторых энергосов вкусов немерено. Это намек на торнадо. Но, блин, выглядит это охрененно просто. 9 штук прямо у меня на столе. И, конечно же, я не буду открывать их сразу все. Поэтому ролик... Немножко его выход затянется, но раз вы его смотрите, значит, эксперимент уже завершен. Я буду их пробовать ежедневно по одной банке, чтобы не убить свое сердце и не вылить это все в помойку, потому что стоят они недешево. Иончик нынче по 90 рублей в магазине. В некоторых по 70, даже где-то по 76. Но чаще я видел по 90. И это довольно много. Ну и искал я их не для того, чтобы выливать в трубу, а чтобы попробовать и оценить. Ну и, конечно же, поделиться этим с вами. Так. Думаю, что вот эту троицу спортивную я отложу на финал. Потому что они вроде как новенькие. Ну, относительно. Потому что первый он, вот этот вот, ну, вместе со всеми остальными тремя, я приобрел, наверное, еще в декабре 21 года. А вот этот был последний. Буквально неделю назад. Ну, учитывая, когда вышел этот ролик. Вот. И давайте, я думаю, логичнее всего будет начать с вот этого. Оригинальный ион. Такс, такс, такс. Что тут у нас? Иончик черного цвета с зелеными буковками. Black Power. Черная сила. Original. И у него внизу написаны, ну, вкусы. И что сюда добавляет основное? Это женьшень, гуарана и л-карантин. Ну, карантин. Содержит яблочный сок, витамины каких-то групп, биотин, экстракты гуараны и женьшеня. А также л-карантин. Ну, собственно, энергосик с сахаром. Ну, без сахара здесь, по-моему, только два. Это как раз спортивные те. А, ну и по поводу них, кстати, скажу, что раньше вот этот, он выглядел точно так же, только у него была коричневая квадрат. Я вот здесь вот оставлю картиночку, как он выглядел раньше. Но потом решили увеличить продукцию спортивных вкусов и добавили, во-первых, обновили дизайн, а во-вторых, добавили еще BKA 3000 и BKA 5000. И эти два, они без сахара. Скорее всего, они мне не так сильно понравятся, как остальные, но скажу сразу, я за всю жизнь, а мне уже 20 лет скоро, ни разу не пробовал ни одного иона. Вообще. Итак. О! Открываем баночку. Чуем аромат. Да, я сразу узнал, что это за вкус, и, скорее всего, он мне не понравится. Почему? Потому что горилла зеленая и Black Monster зеленый мне вообще не нравятся. Для меня это срань. Невкусная, очень притерная и слишком сладкая. Это лично мои вкусовые предпочтения. Никто, никого не осуждаем. Просто мне не нравится Black Monster и черная горилла. Нет, зеленая горилла. Недавно я, кстати, гориллу попробовал, я не понимал, почему она мне не нравится. Как бы я ее никогда не брал и думал, что не так в ней? А как взял, попробовал и понял. Ну, а дело в том, что она похожа на монстра, а монстра мне не понравился. Вот. Поэтому это, скорее всего, будет таким же. У меня здесь стоит стаканчик. Посмотреть на его цвет. Итак, цвет у него стандартный, как у всех обычных Энергосов. В принципе, я ничего удивительного не унижу. Ну, это оригинальный вкус, так что тут не должно быть чего-то сверхъестественного. Но пахнет он так же. Итак, так ли он хорош, или так ли он плох, в сравнении с монстром Игорем. Ну, знаете, а не так плохо. Не, ну если быть еще откровением, то в отличие от гориллы, монстр реально еще можно пить. То есть он еще более приемлемый. для меня. Лично для меня, опять же, повторюсь, что он начнет говорить, типа ой, засирает, такой вкусный. Да и пожалуйста, он кому угодно может понравиться, но не мне. А вот это, вот это, лучше тех двух. С таким же составом. Ну, запах прям один в один, а вот вкус. Слушайте, ну обычный он мне нравится. Я не ожидал. я думал, он мне не понравится, как почуяв его запах и прочитав его состав. А он, оказывается, ничего так. Ну, если брать энергос с таким вкусом, то, опять же, на первом месте это, естественно, ион. Ниже, вот так вот, монстр, и на дне самом горилла вообще не зашла. Вот такой вот ион Black Power, да. Ну, а мы переходим к следующему вкусу. Вот вы все думали, думали, а день-то уже прошел, и пришло время открывать второй ион. Я специально запустил цветную рулеточку из пяти цветов, и мне выпал зеленый. Поэтому мы с вами вторым пробуем киви-ананас. Просто я хочу их все попробовать, потому что это первый раз. Я ни один из них не пил, и мне было тяжело выбрать, поэтому решил крутануть рулеточку. И вот выпал зеленый. Итак, киви-ананас. Кстати, это тот, который я искал дольше всего, его никуда вообще не завозили, нигде не продавался. Наконец-то он в моих руках, и он номер два. Но последними трио будут как раз спортивные. Ну, по порядку, от двух до пяти тысяч. Возможно, от самого вкусного до самого невкусного, кто знает. Единственная проблема, что баночка это самая целая банка. Ну, она на самом деле относительно целая, у нее только вот эта вот помятость, ну, и вот такая царапина. В остальном доставили ее целой. Другие банки лучше вам, конечно, не видеть. Итак, я предполагаю, какой цвет может быть здесь. Было бы круто, если бы ананасик, если бы он был прям вот зеленый-зеленый. Но берем чистый свежий стакан. Ну, ладно. Цвет у него, конечно, не зеленый, но оттенок есть. Вот. Итак, по запаху прям вот очень чувствуется ананас. Киви практически вообще не чувствую. Какого же на вкус? боже, это ананасовый нектар. Прям восхитительно. киви, кстати, чувствуется. Вот после вкуса киви прям обалденное такое. Не очень сильное, но оно есть. Блин, нифига себе. Вот это круто. Мне нравится. Теперь уже два иона у меня любимых. Я буду знать, что брать. А впереди у нас с вами еще семь вкусов. Поэтому я иду по делам, вернусь на следующий день. У вас через несколько секунд сам же отлучусь на сутки. Какой же вкус будет следующим? Решит рулетка. Прошел ровно еще один день и самое время открыть новый ион. Но какой вкус на этот раз попался? Я на самом деле думал, что он останется под конец, потому что я предполагаю, какой вкус здесь будет, но учитывая, что здесь присутствует женьшень и гуараны, как в самом первом, то возможно здесь будет что-то поинтереснее. Это синий с оранжевыми буковками. И он имеет вкус цитрусовый удар. Ну или же апельсин. Да. Цитрус панч. Так и перевели у нас здесь. Я не обманываю. Прям вот написано где-то цитрус панч. Вот. Давайте заценим его прямо сейчас. Мне очень интересно, что он с тебя представляет. По сути апельсин, но какой? Итак. Да, это апельсин. Пахнет прям как он. По цвету скорее всего он такой же. На самом деле не люблю энергетики пить из стаканов, потому что я вижу как быстро они заканчиваются и из стакана больше вливается в рот, чем через маленькое отверстие в банке. Так что так дольше сохраните удовольствие. Цвета как любой апельсиновый напиток. Давайте попробуем. Он как натуральный апельсиновый сок. Я подумал сначала он похож будет на фанту, потому что газированный апельсиновый напиток чаще всего ассоциируется с фантой. Но здесь вот прям вот тот самый апельсиновый сок, который в бутылках, в пакетах, пачках с мякотью. Прям как палпе. Вы знаете палпе? Апельсин, оригинальный самый палпе. Он был апельсиновый с кусочками. То же самое, только без кусочков и газированных. Это офигенно. чё-то ион идёт прям слишком хорошо. Неужели не найдётся вкуса, который меня разочарует? Узнаем это через несколько секунд. Но вот и снова я здесь. Никуда на самом деле не уходил от вас и принёс иончик оранжевый со вкусом грейпфрут и дикая малина. это должно быть что-то интересное. кстати один из новеньких, то есть самый последний вышедший, то есть он свежий ион. Когда я смотрел в инете картинки со всеми вкусами, его ещё не было. Поэтому это будет ещё и новиночка, так сказать. Ну уже не такая свежая, как например у меня был обзор на торнадо. Но тем не менее всё равно штука свежая. Надеюсь и вкусная. Давайте же проверим это. Где мой стакан? Вот он. Ничем не пахнет. Ну и хорошо, нам не нужно, чтобы запах и вкус перебился. Так, грейпфрут и малина. Очень интересно, чем оно пахнет. пахнет. грейпфрутом. Хотя если принюхаться, то очень даже ощущается малинка. Класс. Ну кстати, не всех добавляют женьшень, гуаран и каротин, но карнитин. О, смотрите, 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 вот только гляньте, он бледный, он кстати очень похож по цвету на горилла, груша и личи, да, но по запаху и совсем другой, он прям хоть жвачка напоминает, знаете, вот фруктовая такая, мультифрукт какой-то, короче, очень интересный запах, какой же вкус. господи, что они делают, у них это уже четвертый вкус, который я, от которого я в шоке, он действительно охрененный, блин, а, вот это топчик, серьезно, я, 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 я не прикалываюсь, мне никто заплатил, мой субъективный личный обзор, и он охрененный, господи, ну, обзор-то это уже вы сами оцените, а вот напиток обалденный, блин, какие же классные у иону напитки, я даже жалею, что раньше их не попробовал, хотя если его попробовал раньше возможно не было бы обзора, но даже учитывая, что я пробовал, я все равно сделаю скорее всего обзоры на энергетики, которые пробовал, тоже все вкусы, там какой-нибудь торнадо, мнение у всех людей разное, поэтому обозрю их все и скажу свою точку зрения, а мне будет интересно почитать вашу, поэтому если вы пробовали вот эти все вкусы иону, то пишите какой ваш любимый и какой нелюбимый, это конечно желательно было сказать в конце этого ролика, но какая разница, я могу об этом напомнить в любое время, потому что это мой видос, и мне правило говорить, когда я захочу, ну а иончику с грейпфрутом и малиной я ставлю пять звезд из двух, из тех, что я уже пил, это мой любимый, мой фаворит, давайте посмотрим, что у нас дальше, в этой руке находится следующий вкус, и это розовенький, а мне стало интересно, каков же на вкус фиолетово- розово- раньше он был красный, и он с гранатом и имбирем, кто-то его уже вскрыл, я лично еще не пробовал, пахнет он как иммунелли, внезапно, да, гранат высок, имбирь, я имбирь кстати в сыром виде никогда не ел, напишите в комментариях ели ли вы, оу, смотрите какой, красненький, ну что, заценим, подожди, подожди, какой-то у него привкус, вот знаете, когда вы чувствуете на запах плесень, да, вот запах ее, вы представляете, а теперь представьте, что этот запах превратился во вкус, и он вот тут сверху оседает, что-то мне не очень зашло, и он оказывается не такой уж вкусный, блин, я разочаровал, прям, ну, к счастью, его немножко осталось, можно эту всю банку допить, и на следующий день приходить за новым лично мне не зашел, как и вот этот привкус, как будто плесень мне не очень заходит, эх, ладно, встретимся со следующим энергозом, время идет, а энергетики пьются, последний цветной, и он вышел на обзор, на этот раз закрытый, у него вкус, кстати, очень необычный, абрикос миндаль, ореховый, энергетик, я вроде никогда не пил, ой, какой запах, блин, он прям напоминает эти печенья такие мягкие, миндальные, господи, как это вкусно, давайте пробовать, подождите, стакан, не насладиться в банке, ну, цвет у него, конечно, обычный, тоже такой, но, кстати, у него газиков побольше, чем у прошлого, у позапрошлого, который такого же цвета был, давайте пробовать, не очень интересно, ну, запах, конечно, у него более насыщенный, но вкус все равно очень приятный, абрикосик чувствуется, и вот этот вот миндальное печенье, господи, как же это классно передали в Энергоз, это прям, что ж дает этот Иона, один из, раз, два, три, четыре, пять, шесть, из шести вкусов, один только мне не зашел, и то, возможно, другая банка будет лучше, просто это было прям вот на вкус, почти как, вот, как плесень, реально, неприятный вкус вообще, а это, это прям бомба, конечно, вряд ли он будет лучше оранжевого, но, все равно, он очень вкусный, ну что, у нас осталась тройка спортивных, погнали пробовать, и так, пришло время обновленной версии Ион 2000, напоминаю, что раньше он выглядел вот таким образом, сейчас же он выглядит так, и вместе с ним, спортивный Ион, вместе с ним вышло еще два новых, поскольку новый дизайн, выпустили еще два вкуса, это BCAA 3000 и 5000, вот, и их мы будем с вами пробовать, соответственно, чуть позже, вот, сейчас же беленький, давайте откроем, мне очень интересно, что это, это не просто обычный англоз, он для спорта, энергетик для спорта, вообще можно, ну, наверное, пахнет приятно, напоминает мармелад, такой непритерный, хороший, добротный аромат, давайте посмотрим на него, ну, чуть налью, по цвету он, конечно, тоже не отличается, он, он прозрачный, он, он почти полностью прозрачный, посмотрите, вода, мне интересно, каков он на вкус реально, давайте попробуем, он достаточно сладкий, фух, сахар здесь есть, лимонный сок, гуаран, вексталь, женьшеня, ну, вот честно, по вкусу, он чем-то отдаленно напоминает оригинальный, черненький, и еще частично напоминает 100 киловатт, синенький, слушайте, ну, ну, даже не знаю, не прям, чтоб супер вкуснятина, от которой я тащусь, но и не говно, то есть, хороший, вкусненький, в меру, в меру сладкий, энергос, запах у него приятный, вкус специфичный, вот, да, не ожидал такого поворота, смешанные чувства очень, что ж, впереди осталось еще два, они должны быть покруче, раз у них 3000 и 5000, но у них есть, конечно, один момент, который меня, ну, немного шансов, что меня зацепят эти вкусы, о чем я? Как я и уже сказал, проблема следующих трех энергосов, двух энергосов, которые могут мне не зайти, кроется в надписи ШУГА ЗИРО, что означает 0% сахара, поскольку в напитке нет сахара, в нем будет сахарозаменитель, подсластитель и прочая химия, которая делает его сладким, без участия сахара, и чаще всего мне не нравится, зашло мне в основном только вот Кока-Кола с лимоном, который, кстати, в подсказках я оставлю ролик, и больше я на самом деле не помню, что еще мне прям так понравилось, может быть, следующим будет и он. Давайте я его открою. Стакан у меня здесь непрозрачный, но он пахнет, как конфета прям. Стакан у меня филюлетовый. Нет, стакан у меня не филюлетовый. Где мой прозрачный стакан? Опа! Стаканчик есть. Давайте попробуем. Так, ты внешне у нас не отличаешься. Такой же белый. Вообще, белый, прозрачный. Он пахнет, вот, не поверите, хотя, чему тут удивляться, но, это шенургос, но пахнет он, как леденец. Вот конфетка леденец. Знаете, клубничная бывает, карамельная, там еще какая-то, вот просто сосачка. По вкусу, по запаху, прямо сосачка. Давайте попробуем, может быть, на вкус тоже. Черт возьми. Это кокосовый с пломбиром чупа-чупс. Знаете, я не знаю, если я найду картинку, я вставлю, если нет, то не вставлю. Короче, чупа-чупс был со вкусом пломбира и еще был со вкусом кокоса. И вот это и по запаху, и по вкусу именно то. И еще после него нет привкуса. Он настолько слабый, что я его почти не чувствую. То есть, это годнотень. Мне нравится. это приятно. То есть, это как вот чупик, только без сахара. В натуре отсутствие сахара и заменители, они дали почти что безвкусицу. Ну, если так можно сказать. Короче, простым словом, после употребления привкусу во рту нет вообще почти. Слушайте, ну это годнота. Мне понравилось. Трехтысячный. И он. мне зашел. Я удивлен. Но это годнота, ребята. Мне нравится. Определенно ставлю ему лайк. И у нас остался последний, у которого пять тысяч. Самый крутой. Мне очень интересно, насколько он вкусен. Ну вот и пришло время последнего вкуса и он на данный момент. B BCAA 5000 без сахара. Тоже спортивный. Интересно, порадует ли он меня так же, как предыдущий или наоборот разочарует. первое вскрытие. Так. Аромат. ну... Ну пахнет он точно так же. Сейчас. А, нет. Ну тоже конфетный. Тоже такая же конфета, только с одним нюансом. У него здесь фруктовый какой-то привпасть. Запах фруктовый. Там был кокосово-пломбирный, здесь фруктовый. Посмотрим на цветы. Может не просто так у него фруктовый запах. Посмотрите какой у него цвет. Розовенький. Как пенится, кстати, царить. Что ж, попробуем. Скорее всего тут точно что-то фруктовое. Ой, балдёр. Вот реально послевкусия вообще нет. Всё. Я как будто воды попил. нет вот этого вот химоза, которая остаётся после подсластителей, например, вместо сахара, который используют в чай, например, или добавок в других энергозах без сахара. Вообще нет такого эффекта. Обалдеть. Это шикарно. Ну, запах хреново, вот прямо как леденец с вишней какой-нибудь. Ну, вот что за да, походу вишня, черешня или чё-то подобное. Давайте попробуем состав прочитать. Подготовленная вода. Да, вишнёвый сок. обалдеть. Вишнёвый. Слушайте, ну, спортивные иончики-то показали себя очень хорошо. Я вам так скажу. Мне реально зашло. Офигеть. Я не ожидал, если честно, что именно спортивная серия, вот эта, она будет на стоп-фуз. Они обе без сахара, но они охренительные. Конечно, предыдущие мне понравятся больше, но этот не менее вкусен. Короче, крутотень. Очень классно. Ну, что ж, самое время подводить итоги. Вот такими получились все эти прекрасные ионы. Не все были офигенно вкусными для меня, но большинство порадовало, удивило и заслуживают лайка. Да. Если вам все понравилось, не забудьте это сделать, а также подписаться на канал, если хотите следить за моим контентом и видеть больше обзоров энергосов. Пишите в комментариях, как вам эта продукция, пилили вы ее когда-нибудь и какой из них вам из вкусов больше всего нравится, какой не нравится, и желательно расписать почему. Вот. Ну, а на этом все. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok